продолжаем чтение книги профессора московской православной духовной академии алексеевича осипова любовь брак семья инстинкт или сознательный подход с другой стороны что делать когда условия жизни семьи настолько тяжелые что встает реальная проблема дальнейшего рождения детей крайне ответы известны применять контрацептивы преимущественно абортивные делать аборты или как соответствует некоторые старцы жить в браке без брака как брат сестрой но неужели нет выхода есть уже давно разработан метод распознания плодности мрп который позволяет любой женщины независимо от особенностей организм проводя несложные наблюдения определять плодные дни источнице 98 99 и 8 десятых процентов важно не путать мрп с обычным календарным методом который неэффективен поскольку основан на среднестатистических наблюдениях на западе мрп активно пользуется в россии же пока мало известен применение данного метода не предполагает никаких действий против или противоречащих требования христианской жизни он просто с большой точностью указывает на периоды кратковременного сдержания от супружеских отношений этим полностью избавляет супругов от греха убийцы зародившейся жизни со всеми и последствиями духовным физическим и психическими нередко приводящим к семейным трагедиям важно при этом отметить что церковь в то же время совсем не поощряет стихийность бесконтрольной супружеских отношениях в основах социальной концепции русско-православной церкви даются прямые рекомендации по этому вопросу параграфе 12 третий пункт читаем супруги несут ответственность перед богом за полноценное воспитание детей одним из путей реализации ответственно отношения к их рождению является воздержание от половых отношений на определенное время впрочем необходимо упоминтовать слова апостола павла обращенных христианским супругом не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения постей молитвы а потом опять будьте вместе чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим 1 коринфянам 7 5 очевидно что решение в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию пробегая к совету духовника последним же надлежит пастырская осмотрительностью принимать во внимание конкретные условия жизни супружеской пары их возраст здоровья степень духовной зрелости многие другие обстоятельства различая тех кто может вместить высокие требования воздержания тех кому это не дано и заботись прежде всего о сохранении укреплений семьи однако использование этого метода не может ли для какой-то части людей стать средством достижения эгоистических целей чтобы дети не мешали есть пить и веселиться социальная концепция отвечает на этот вопрос определяя отношение к не абортивным средствам контрацепции христианским супругам следует помнить что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богу установленного брачного союза намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак является несомненным грехом конечно нет такой доброй вещи которую нельзя было бы испортить но как говорили древние римляне абузус нон толит уссум злоупотребление не отменяет правильного употребления и здесь нетрудно сопоставить возможные злоупотребление этим методом с той пользой которую принесет случае его правильного применения он имеет очевидное преимущество пред теми методами которые калечат множество женщины с помощью которых совершается тягчайший грех убийства миллионов нарожденных жителей жизни статистика говорит что семьи использующие мрп более открыто продолжение рода и потому чаще осознано многодетно разводы в таких семьях большая редкость разными исследователями констатируется не более одного процента разводов семьях практикующих используем использование этого метода дети из таких семей гармонично развитые легче адаптируется изменяю в изменяющихся условиях современного мира из беседы директора института демографических исследований социолога игоря белобородова с профессором ранее и кашаром основатель европейского института семейного образования семья это место где любовь и жизнь взаимосвязаны российский институт стратегических исследований 13 ноября 2013 года многие младые люди не знают о вреде аборта и контрацепции и хуже того они не знают о современных альтернативах не могли бы вы сказать несколько слов об этом контрацепция это как раз разделение между жизнью и любовью это способ проживать сексуальную жизнь без рождения новой жизни если прибегать к образам природы то в этом случае мы получаем цветок без стебля отрезая стебель основу мы получаем источник более виде абортов во франции совершается 250 тысяч абортов в основном это последствия контрацепции который не дает сто процентов результата само слово контрацепция подразумевает борьбу с зачатием и происхождение этого слова она переводится как противозачатие свидетельствует об этом уже в этом нет радости я думаю что надо помогать людям жить браке согласно физиологическому циклу в цикле каждой женщины есть плодные неплодные периоды когда зачатие возможно это плодная фаза цикла если пара желая отложить зачатие ограничивать свою сексуальную жизнь в этот период то это прекрасное время для продвижения супружеских отношений на новый уровень тогда не возникает ситуации которая приведет к аборту однако этому необходимо обучать сегодня нужны обученные люди которые будут информировать направлять и сопровождать пару на этом пути невозможно это сделать без обучения так как мы не можем водить машину не обученными это же касается естественно семейной жизни есть даже специальный термин естественное планирование семьи чередование плодного и неплодного периодов является частью женской природы как правило все хорошее было хорошо спланировано духовно подготовить рождение пользуясь этим про простым методом наблюдения разумного сдержания супруги могут избежать всех сильной подчиненности биологическим инстинктам и выбрать время для зарождения новой жизни наиболее благоприятных условиях это очень важно поскольку родители должны не только материально но и духовно и нравственно подготовить себя к здорованию жизненному человеку первое заповедь человеку возделывать и хранить бытие 2 15 относится конечно прежде всего к заботе о своей душе своем теле своей семье а не только к окружающей природе в вопросе деторождения православная церковь указывает на необходимость нравственно контролируемых супружеских отношений она благословляет их и не требует отказа в них как это делают некоторые самочинные наставники от тех супругов которые по объективным причинам пример бесплодия не могут иметь детей продолжение таких отношений имеет существенное значение для поддержания единства и сохранения нормальной семейной жизни основанием этого являются приведенные ныне слова апостола павла 1 коринфянам 7 5 искушение от сатаны невоздержанием означает здесь такую власть инстинкта над разумом человека когда она оказывается не состояние воздержаться на малое время даже при такой серьезной необходимости оправдываясь будто это противоречит боже благословению брака но церковь в таком важном вопросе как рождение детей призывает супругов быть разумными а не безумными к сожалению находятся старцы благословляющие неконтролируемые отношения к супружеской жизни они видимо не ведают сколько миллионов россии бездомных детей которые которых родителям вырастить уже не под силу но которые делись выполняют ряды алкоголиков наркоманов преступников заключенных и прочих людей дна если бы все зависит только от бога тогда и западе были бы не нужны но человек создан свободным и бог позволяет людям творить свою волю не даром народный мудрость предупреждает бог то бог да сам не будет плохо а что святые говорят об отношении к старцам и духовникам преподобный анкосиан риме нам говорит полезно открывать свои помыслы отцам но никаким попало старцам духовным имеющим рассуждение старцам и по телесному возрасту и сединам ноги увлекшись наружным видом старости и высказать свои помышления вместо ручества получили вред преподобный ангелевич и когда мы желаем и верить спасение нашему нашу иному то еще прежде вступление нашего на сей путь если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения должны рассматривать испытывать и так сказать искусить всего кормчего чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца вместо врача на больного вместо бесстрастного на человека обладаема страстями вместо при пристани в пучину таким образом не найти готовой погибели святитель пиапан затворник при определении их духовников должен употреблять великой осмотрительности строгое суждение чтобы вместо пользы не насти вред вместо созидания разорение поэтому если воздержание для упражнений в посте и молитве полезно то не столь же ли оно похвально ради любви к тому кто получив жизнь погибнет и душой и телом сам господь дал ответ искусителю на его лукавые предложения положиться на божественный промысел броситься с крыши храма не искушай господа бога твоего евангелия атмосфе 4 7 и вопросе деторождения также недопустимо искушать бога как бог даст безрассудно подчиняясь слепому инстинкту не глядя на какие страдания будет обречена новая жизнь бог призывает человека к разумной и по совести жизни во всем в том числе и в столь важном вопросе как рождение ребенка однако есть наставники которые живущим браке но не имеющий возможность иметь детей связывают бремена тяжкие недовыносимые и разлагают на плечи благословляя их фактически приказы не хочешь плодить нищету не плоди кто заставляет живи целомудренно как брат сестрой как будто супружеская жизнь который был бы словил сам христос не галилейской и который вот церковь благословляет сам торжественным таинством является нарушением сломудрия как живучи старые манихейская ересь социальная концепция напоминает священный сенат русской православной церкви в определении от 28 декабря 1998 года указал священникам несущим духовническое служение на недопустимость принуждения или склонения посомых вопреки их воли к отказу от супружеской жизни в браке предлагаемый метр распознания плодности мрп открывает возможность избавить миллионы наших женщин от зарождения той жизни которую они увы продолжают губить губя себя